Всем привет! Сегодня я вам расскажу про игровую гарнитуру от Blady. Это новинка, модель называется MR575. Существует она вообще в трёх версиях. Два рисунка есть Proxy Boom, Renegade. И если Proxy Boom есть только вот в такой расцветке белая-красно-чёрная, то Renegade там в двух расцветках. Чё-то типа жёлтый и какой-то ещё. В общем, по сути, модель одна, два рисунка и три цветовых решения. Понятно, что модель является своего рода рестайлингом, ну или по крайней мере базируется на модели MR590, в которой практически все те же самые фишки, все те же самые интересности. Но главная ключевая фишка 595 модели, конечно же, это прикольные расцветки. Сказать по правде, сначала я подумал, что Proxy Boom и Renegade — это персонажи какой-то компьютерной игры, но мало ли какой компьютерной игры, я не знаю. Но оказывается, это персонажи, которые Blady сами придумали, сами нарисовали и показали на своих моделях. Поставляется гарнитура вот в такой вот красивой, шикарной картонной упаковке, в которой всё очень красиво и чётко упаковано. В комплекте идёт два кабеля, один USB Type-C с обеих сторон и переходничок на USB-A и кабель-удлинитель USB-A для того, чтобы было удобно подключать беспроводной ресивер, который в данном случае представлен вот таким вот маленьким USB-свисточком, причём он разборный. Можно использовать и как полноценную флешку полноразмерную, так и вынуть непосредственно сам Type-C приёмник. То есть, по сути, всё сделано для максимальной совместимости. Вот у нас непосредственно Type-C ресивер, который можно подключить напрямую в смартфон, в планшет, в современный компьютер, ноутбук, в геймпадом игровой приставки современной. Если USB Type-C нет и есть USB-A, вставляем, пожалуйста, в комплектный переходничок, получаем обычный USB ресивер. Если же до порта далеко тянуться, мы берём комплектный переходник, удлинитель, вставляем, пожалуйста, пользуемся. Ну, а Type-C кабель, который у нас с двух сторон Type-C, он служит, во-первых, для зарядки, потому что, понятное дело, что когда-нибудь гарнитура у вас разрядится, есть ещё, причём, переходник на обычный USB-A. Так ещё и вдобавок, гарнитура работает в проводном режиме. То есть, пока у вас гарнитура заряжается, вы можете пользоваться как обычной проводной гарнитурой, и за это реально респект. Ну и коль мы заговорили о режимах работы, то давайте перечислим по пальцам. Первое, это работа непосредственно в качестве радиогарнитура, то есть по радиоканалу 24 ГГц, тот самый Type-C приёмничек. Второе, это проводной режим работы, можно одновременно заряжаться и пользоваться как проводной гарнитурой. Третье, это работа по Bluetooth. Версия 5.3, всё хорошо будет конетиться, но, конечно же, естественно, учитывайте, что при подключении по Bluetooth в любом случае будет какая-то небольшая задержка. Задержка при подключении по радиоканалу будет гораздо-гораздо меньше, вы её, может, даже не почувствуете. Плюс при использовании по Bluetooth, естественно, будет несколько ухудшаться качество записи микрофона, то есть в режиме работы именно гарнитуры, а не в режиме работы Bluetooth наушников, качество звука и в наушниках, и в микрофоне будет похуже, чем если вы будете использовать гарнитуру в проводном режиме или при подключении по радиоканалу. С подключением разобрались, поговорим о дизайне. Ну, начнём с того, что гарнитура, понятно, имеет уникальный дизайн, красивый рисунок, принт, в этом плане всё понятно, но меня лично больше волнует то, что здесь хорошая конструкция, потому что все ключевые элементы у нас выполнены из металла, внутри рамка тоже металлическая, у нас огромного размера амбушюры, которые просто созданы для того, чтобы комфортно сидеть в наушниках часами, и гарнитура отлично одевается на взрослую голову, мне нужно буквально один-два отчёлкнуть с каждой стороны, для того, чтобы длина дужки стала оптимальной для меня. На голове сидит хорошо, но единственное, сила прижима, она, я бы назвал её средней, или между средней и сильной, потому что вроде как наполнитель амбушюра, она относительно мягкий, но вот даже видно, да, в расслабленном состоянии, чашки максимально друг к другу приближаются, и вот эта вот дужка, она всё-таки создаёт определённую силу прижима, и я не могу сказать, что гарнитура сильно давит на голову, но, по крайней мере, я её чувствую. Да, это гораздо лучше, чем если бы были маленькие чашки и больше силы прижима, да, это лучше, чем если бы посадка была очень расхлябанной, и гарнитура легко бы спадала с головы при сильной тряске, но всё равно могу сказать, что, скажем так, не идеально, но близко к этому. Всё самое интересное вынесено на левую чашку, у нас есть порт Type-C для зарядки, для работы в проводном режиме, у нас есть кнопка включения, переключения режимов работы, можно руками задать, к чему мы подключаемся, к радиоканалу, по Bluetooth или же по проводу. Есть обычная крутилка регулятора громкости, и это очень хорошо, что это обычный переменный резистор, можно регулировать громкость как в системе, так и непосредственно с наушников. И есть кнопочка универсальная, с помощью которой можно, во-первых, быстро включать-отключать микрофон, во-вторых, можно быстро включать-отключать подсветку, и есть ещё каких-то два аудиорежима, что-то типа там Audio 1, Audio 2. Честно, я не понял, чем они отличаются, такое ощущение, что в одном режиме немножечко усиливаются басы, хотя, может быть, это всё эффект плацебо, я не знаю. В общем, зачем эти два режима, честно говоря, я так и не понял, а то даже в инструкции про них ничего не написано. Подсветка здесь просто миминичная, здесь подсвечиваются брови у этого прикольного, не знаю, кто это, лисёнок, да, или что это за персонаж. В общем, подсвечиваются у него брови, переливаются разными цветами. Подсветка максимально миминичная, но при этом, как по мне, ну, скажем так, абсолютно бесполезная. Она, да, она красивая, декоративная, но реально прям какой-то особой такой пользы нет, ну, собственно говоря, во всех подсветках любых игровых гарнитур. Как по мне, лучше такое решение, чем когда подсветка мощная, светит во все стороны и ночью мешает и бросается в глаза. Ну, и тем более, что подсветок можно отключить, если она мне нужна, просто отключаем, и ничего не происходит. Микрофон у данной модели съёмный, но мне досталась версия с настолько тугим микрофоном, что в первое время я даже думал, что мне показалось, и микрофон вынуть никак нельзя. Но почитал инструкцию, действительно, да, микрофон съёмный, но у меня почему-то вот он прям настолько жёсткий сидит, приходится прикладывать столько силы, чтобы его вынуть. И это хорошо, что он съёмный. Почему? Потому что, да, у него, понятно, у него гибкая ножка, конструкция позволяет его убрать как бы с глаз долой и сердце вон, но мне лично всё равно он немножко мешает, когда я им не пользуюсь. Одно дело, понятно, мы подносим к карту, обзор не особо мешает мы разговаривать с тиммейтами, а вот если он не нужен, то реально я бы его отстёгивал, потому что он всё-таки даже в сложном состоянии, как-то не знаю, зрительно мне мешается. А как звучит микрофон в проводном и беспроводном режиме, можно послушать сейчас. Вот так звучит микрофон при подключении в беспроводном радиорежиме 2.4 ГГц с посредством USB-донгла. Раз, два, три, четыре, пять. Вошёл за чек погулять. Принесли его домой, оказался он живой. Съешь ещё этих мягких французских булочек, да выпьёшь чаю. Немножко послушаем фоновый шум. Вот так у нас звучит микрофон при беспроводном радиоподключении. А вот так звучит микрофон при проводном подключении посредством USB-кабеля. Раз, два, три, четыре, пять. Вошёл за чек погулять. Принесли его домой, оказался он живой. Съешь ещё этих мягких французских булочек, да выпьёшь чаю. Привет, привет, привет. Бомба, бомба, бомба. Вот так звучит при проводном подключении. Ну а что касается качества непосредственно звучания, то я характеризую его как... Ну, как по мне, звучание оно нейтральное. Здесь не сказать, что как-то гипертрофированы басы. Здесь нету резкости в области высоких частот. Серединка чуть-чуть, скажем так, слегка акцентированная, слегка доминирует над остальным диапазоном частот, но при этом и басы здесь есть, и высокие здесь. Не сказать, что прям как-то сильно заглушены. Просто хорошее, комфортное, спокойное, ровное звучание, которое позволяет не только играть в игры, но и для того, чтобы можно было просто смотреть YouTube-видео, смотреть онлайн-кино и даже слушать музыку. То есть реально такое хорошее, спокойное, ровное звучание, которое совершенно не раздражает, но при этом нельзя как-то конкретно придраться, что какие-то частоты, скажем так, очень сильно отходят на второй план и какой-то диапазон сильно доминирует над остальными. Ну и последнее, о чем нужно сказать, это автономность. Аккумулятор здесь стоит такой же, как в 590-й модели, на 1050 мАч, но здесь установлен новый чип от Blady, какой-то там BL5900, он никак не ищется, то есть это какой-то явно фирменный чип. И вот с ним автономность стала просто шокирующей. С выключенной подсветкой, заявляют, обещают нам до 135 часов работы, с включенной подсветкой до 80 часов. Даже если предположить, что вы будете сидеть за компьютером по 10 часов в день, как я, то реально я даже за неделю гарнитуру разрядить в ноль не смог. То есть автономность просто шикарная, да, если я до этого, откровенно говоря, радовался цифре 30-40 часов, ну, считал, что это хорошая цифра, прям вполне достойно, не рекорды, но достойно, то теперь относительным рекордом можно считать 135 часов автономности. Блин, даже если гарнитуру не уключать круглыми сутками, этого реально хватит практически для того, чтобы гарнитура неделю без подзарядки работала. Ну, круто. Если попытаться придраться, найти недостатки в данной модели, то, конечно, теоретически можно придраться к тому, что здесь нет какого-то фирменного программного обеспечения с какими-то фишками, с эквалайзером, там, не знаю, с какими-то там 48 виртуальными каналами или чем-то таким прочим. Но, как по мне, за свою цену, за, как я уже говорил, практически 4 тысячи рублей, вариант, ну, просто шикарный, потому что здесь три варианта подключения. Гарнитура практически никогда не оставит вас без звука, потому что если разрядился аккумулятор, вы можете подключиться по проводу и пользоваться гарнитурой дальше, и при этом она еще и заряжаться будет. Очень хорошее качество звучания, просто прикольный сам по себе дизайн, уже даже самобытно вполне интересно, хотя бы глаз радует. Ну, в общем, реально, не знаю, я вот каких-то конкретных, существенных достатков назвать не могу. Естественно, эргономика это дело исключительно субъективное, прежде чем покупать что-то, лучше придите в магазин, померьте на себе и сами примите решение, сами решите, удобно вам или неудобно, нравится, не нравится. В любом случае, нужно самому всегда проверять на себе. Эргономика вещь исключительно субъективная. Но, как по мне, ну, вот реально придраться, в принципе, особо-то и не... На этом у меня все, это было мое мнение, свое вы можете писать в комментариях, не забудьте отсидеть видео лайком, дизлайком, подписываться на канал, жмакать на колокольчик, подписывайтесь на мою группу в Телеграме, но меня по-прежнему зовут Максим, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok